Я сейчас стою на гвоздях и заметил очень интересную штуку, что я стою совсем недавно, и я как бы не особо знал, как практиковать, как входить в практику, но мне сказали двигаться на ощущениях и усложнять. Первое время я стоял по несколько минут и понимал, что где-то в районе второй или третьей минуты от момента к моменту, начиналась боль, которую было страшно пройти сквозь. Потому что сама боль по себе не страшная, но я ее в таком виде не испытывал. И мой организм создает такой страх, что, возможно, вот эта неизвестная боль, неизвестная своими последствиями, она опасна. И я как бы сходил из гвоздей, и в один момент, вот вчера или позавчера, я встал и решил посмотреть, что будет, если вот пойти туда, в боль, как, например, мы это делаем на випассане, на практике. То есть мы наблюдаем ощущение таким, какое оно есть, тем самым разотождествляя себя с тем, что мы наблюдаем, не вовлекаясь в процесс, который мы наблюдаем, то есть оставаясь просто наблюдателями происходящего. И вот эта смена фокуса, она требует очень много внимания, как будто бы, как минимум на первых порах, когда это не то, чем ты каждый день занимаешься. И я заметил, как я полностью всё внимание, которое у меня есть, как будто бы вот так собираю, как ресурс, и просто концентрирую на дыхании, чтобы, будучи в настоящем моменте, как бы пройти через вот эти мысли, которые для меня кажутся пугающими и кажутся основаниями для того, чтобы сойти с доски. Чтобы понимать, да, это метафора поведения не только на гвоздях, это метафора поведения в целом в ситуациях, когда мы начинаем отступать тогда, когда нам становится либо страшно что-то, либо мы не знаем, чем это может закончиться. Вот это очень мощная иллюзия того, что страх, который возник, является основанием для того, чтобы не делать что-то. Вот это то же самое, потому что это не что иное, как мысль тоже. И вот эта мысль об опасности боли, она какая-то такая прям, она становится номер один объектом для внимания всей головы. И когда я сфокусировал на дыхании, вот через дыхание, чтобы пройти через это состояние и посмотреть просто на это, как на ощущения, которые, я надеюсь, не опасны, просто типа я допустил, что, возможно, это не опасно и мне можно посмотреть. Ну, я же знаю, как бы, да, что практика, я не могу себе проткнуть ногу там и так далее. То есть это, там целый ряд этих гвоздей, да, я все еще стою, там этих гвоздей целые ряды, поэтому как бы в целом это не то, чтобы прямо у меня там кровь сейчас пойдет, не опасно, я знаю это. Но, тем не менее, в общем, в первый раз я встал, около 30 минут постоял и удивился, что, ой, нифига себе, оказывается, здесь есть некий барьер, который, когда ты проходишь, становится как будто бы, то есть ты проходишь какой-то рубеж, после которого ты прошел проверку и теперь тебе открывается, что на самом деле за вот этим вот тем, что ты думал опасно, есть некое поле, которое ощущается иначе, то есть некое поле новых ощущений. Ощущения, которые у меня сейчас, то есть я сейчас стою где-то уже 20, ну, около 30 минуты, ощущения сейчас очень отличаются от тех, которые на первой фазе, когда ты только встаешь, и на вот этом вот рубеже, в котором ты переходишь, потому что там ощущения накаляются, и ты понимаешь, что тебе очень больно, и ты начинаешь исследовать вообще, что такое боль, что именно ты называешь, когда ты говоришь, мне больно, что именно, чем оно является, по своей сути, без называния, и ты начинаешь просто исследовать и разотождествляться с этим. И вот этот момент мне очень понравился, что я его пробил, прошел и такой, о, интересно, теперь у меня есть опыт, и мне интересно, все такие, или это был первый такой, а дальше вообще не больно. И в итоге я сейчас встал второй раз потом, потом еще третий раз встал, вот сейчас третий раз встаю, уже больше 30 минут получается, и было два раза по 30 и 15, по-моему. И я понимаю, что каждый раз так же, но из-за того, что сейчас понятны фазы, как я рассказываю в курсе «Погружение в страх», система работы, взаимодействия со страхом – это понимание карты, карты процессов и механики, которые происходят в каждый отдельный момент, и когда ты понимаешь, ты начинаешь распознавать то, что происходит, и перестаешь быть настолько сильно во власти этого, то есть оно не может контролировать себя или определять то, как ты будешь себя вести, или что-то ты будешь делать или не делать. Здесь вот то же самое. И я вообще о чем хотел сказать, что как я проходил через эти вещи, всегда было опорой на дыхание, то есть я всегда смотрел, просто как бы сопровождал взглядом, внутренним взглядом, вниманием дыхание, как оно входит, как оно выходит, потому что это позволяло мне как бы собрать все свое внимание для того, чтобы просто реально пронаблюдать и не отождествляться, потому что мне требуется на данном этапе как минимум точно это. и я подумал, что такая практика, когда ты ее так время от времени делаешь, так я буду садиться, когда ты делаешь ее постепенно и регулярно, точнее, ты не просто стоишь как бы на гвоздях, ну это не только про гвозди, но вот как минимум с гвоздями, ты не просто стоишь на гвоздях, ты в этот момент там, можно сказать, тренируешь определенные способы восприятия, которые ты хочешь себе привить, в каких ты хочешь попробовать повоспринимать и посмотреть, что будет. И вот это, это как бы... Сейчас, секундочку, это очень прикольно ощущается, когда они выходят из кожи. Ах, вода. На удивление, я сейчас простоял больше получаса, и ноги все равно не дрявые, то есть очень глубокие дырищи, они сейчас будут с очень интересными ощущениями выпячиваться назад. Но нет ни крови, ничего такого. И что я хотел сказать? Дыхание. Вот, что такие практики, поскольку есть постоянно этот рубеж, через который нужно пройти через концентрацию внимания, через дыхание, ты обращаешь свое внимание на дыхание. И чем больше такой практики, тем больше у тебя появляется вот это, чем сильнее становится эта привычка постоянно обратить внимание на дыхание. А дыхание — это якорь, который можно использовать для того, чтобы якорить себя в настоящем моменте. То есть у тебя либо часть внимания просто постоянно в теле, что бы ты ни делал. Ты моешь посуду, но ты осознаешь руки, осознаешь ноги, осознаешь движение, осознаешь ощущения, которые происходят. То есть ты находишься в самом движении, которое ты осуществляешь. И чем больше такого, тем больше, собственно, осознанности в жизни, тем богаче опыт, Потому что когда ты направляешь всё своё внимание в тело, ты начинаешь осознавать, что твоё богатство — это ощущение, это опыт тела, который ты проживаешь в каждый отдельный момент, но не во всей своей полноте, потому что огромная часть внимания находится в голове, в мыслях, в планах, в беспокойствах, в каких-то страхах. И тут ты меняешь, ты забираешь оттуда часть внимания, направляешь её в тело и начинаешь понимать, как много опыта, которое происходит каждое мгновение в теле, самого опыта проживания тела, короче. Ты упускал, какой объём, а там много чего-то интересного происходит, приятное, и просто приятно быть. Я подумал, что такая практика, я всё опять к этому и веду, что такая практика, она тренирует возвращать внимание в настоящее, в котором ты способен проживать себя. И я подумал, что меня в данном контексте заставило обратить внимание на дыхание — боль. И я подумал, что, скорее всего, боль и проблемы, которые у нас есть, они у всех есть, они у всех всегда будут, тоже нужно понимать, и просто нужно понять, что не будет момента, когда не будет проблем. Проблемы будут всегда задача не избавиться от проблем, а либо сделать себя любящим проблемы, потому что можно увидеть проблемы как нечто, что способствует твоему развитию, оно тебе бросает вызов. И, как правило, вызов всегда соответствует уровню скрытой силы, которая нуждается в том, чтобы быть пробуждённой посредством этой проблемы. То есть нам никогда не выкидывается проблема, которую мы не можем решить. Просто в нас спит сила, которой мы никогда не пользовались, потому что мы никогда не сталкивались с этими ситуациями, которая просыпается только тогда, когда мы с этими ситуациями сталкиваемся. Поэтому проблемы — это просто то, что требует присутствия в настоящем, потому что именно в настоящем мы можем максимально эффективно с ними справляться, ясно мыслить, что-то придумывать, что-то решать. Проблемы — это просто инструмент, который напоминает нам о том, что пора бы снова вернуться в настоящий момент, потому что сама проблема... То есть то, что мы называем проблемами, это на самом деле уже... это не проблема, это следствие проблемы. Проблема является отсутствием человека в настоящем моменте, то есть поглощённой своим умом, поглощённой своими мыслями. И когда ты возвращаешь внимание в настоящее, ты в прямом смысле взаимодействуешь с причинами всех проблем, потому что они возникают, обстоятельства в смысле, проблематичные обстоятельства, так скажем, они возникают по причине того, что была проявлена та или иная форма невежества, в том смысле, что человек был неосознан в том, что он делал, говорил, там не было присутствия, там было сделано что-то на эмоциях из мыслей, из желания, из корысти, зависти, лести, страха, злости. Форма невежества, то есть формы отсутствия в настоящем. Либо что-то где-то... То есть это всегда про отсутствие в настоящем. Отсутствие в настоящем говорит, что вместо тебя в моменте может действовать эмоция, а не ты, потому что ты отсутствуешь. Ты целиком поглощён ею и проживаешь эмоцию как самого себя. Не можешь отделить себя от того, что ты проживаешь. И вот я подумал, что внимание к проблеме — это что-то, что просто возвращает нас к тому, чтобы мы не то чтобы лечили проблему, а вспоминали о том, как необходимо жить, делать что-то, чтобы они не создавались. То есть профилактика. То есть внимание через проблемы. Проблема — это просто инструмент жизни, который напоминает нам о том, что мы отклоняемся от настоящего, и это чревато какими-то новыми обстоятельствами, которые будут страшнее, чем те, которые нам пришли напоминать об этом. Каждый раз, когда происходит какая-то трудность, я вот что заметил, стрессовая ситуация, что-то нужно решить, я всегда сначала в момент нужно выдохнуть. Потому что в каждый отдельный момент мы подвержены влиянию определенных эмоций и какой-то мысли, какого-то воспоминания. Что-то мы послушали, где-то посмотрели, криво сели, где-то зажалось, не заметили, среагировали, из этого состояния начали что-то делать, кому-то говорить. И там все как домино такое. Оно одно на другое, на другое, на третье. Мы просто катимся, как бы, как вот эта вот такая инерция. Ничего страшного в том, что это есть, если ты присутствуешь в этом просто как наблюдатель. Это потому что это просто декорации жизни. То есть это тот опыт, через который ты проходишь. Здесь нет ничего какого-то плохого, здесь не нужно ничего исправлять. Проблема в том, когда ты перестаешь осознавать то, что происходит с тобой в поле твоего восприятия, как нечто, что ты наблюдаешь, и начинаешь путать себя с этим, и начинаешь думать, что ты это, наблюдаемый. И вот здесь все проблемы. Проблемы, в смысле, то, что мы называем проблемами. Но на самом деле это не проблемы. Это просто сигнал. Точно так же, как боль в теле, это не проблема, от которой нужно избавляться, как многие думают. Боль в теле — это сигнал о том, что где-то есть проблема, которая говорит о себе, потому что мы на тонких уровнях тела вообще не чувствуем, а оно нам всегда сигнализирует о том, что плохо ему, хорошо, что ему нужно и так далее. И если мы не слышим этого, потому что мы слишком увлечены, чего там голова говорит, то оно кричит один раз — не слышно, кричит второй раз — не слышно, кричит третий раз — не слышно. То есть громче, громче, громче. И тело как бы настолько мудрое, что оно вынуждено, точнее, обстоятельствами нашей глухоты к нему создать нечто, что обратит наше внимание без нашей возможности этому устоять. Типа, ай, ничего страшного там. Нет, прям, ай, заболело, что-то заболело. Или, ай, что-то заболело. Или, ой, голова начала болеть. То есть это что-то, что возвращает в настоящее, где ты начинаешь не излечивание вот этих вот последствий, которые обычно люди называют проблемами, а устраняешь корень, ты как бы выкорчевываешь корень этой проблемы. При этом осознанность — это не про то, чтобы делать что-то. Ты выкорчевываешь, не делая что-то. Ты просто не делаешь, точнее, даже чего-то, я бы сказал. То есть осознанность — это что? Не делать. То есть не вовлекаться в то, что ты переживаешь. И дыхание, обращенное на проблему, то есть проблема, которая возвращает человека в настоящее через дыхание, это просто такие сигналы. А, ну вот, я про это и говорил. Так боль в теле, которая просто говорит о том, куда нужно обратить внимание. И лечить нужно не боль. Точно так же и лечить нужно не проблемы. С проблемами, разумеется, нужно справляться, делать что-то, либо уводить их из поля своего восприятия, если ты ничего не можешь с ними поделать. То есть ты знаешь, что это просто waste of energy. То есть ты просто тратишь ресурс, думая об этом. Оно нерешаемо тобой. Всё. Точка. Это не сдача, это просто принятие реальности. Ты отпускаешь, всё. Ты не беспокоишься, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты свободен от этого, всё. Обрати лучше внимание то, которое ты тратишь на переживания, на то, что ты можешь делать. Короче, я не знаю, я что-то то про проблемы, то про настоящее. Надеюсь, тебе было это полезно. Мне как минимум было это полезно, проговорить. Потому что давно формулировал, сейчас я прям это всё проговорил, как есть.